хочу показать принцип работы роликового насоса то есть поставил прозрачную крышечку чтобы было видно вращение значит смысл такой вот собственно говоря видно что происходит то есть корпус установлен с эксцентриком ротокорпус по отношению к ротору установлен с эксцентриком и получается при вращении у нас ролики вот видно как они вращаются обкатываются и таким образом происходит перекачивание изменение объема и выжимание жидкости вот и сейчас я вращаю медленно поэтому не совсем правильно попробую повращать более более быстро показать то есть здесь в данном случае когда вращение нас происходит в эту сторону как сейчас я показываю с этой стороны всасывается жидкость и сюда нагнетается если вращать в обратную сторону то происходит обратный процесс но в данном насосе есть некоторые нюансы потому что он создавался для перекачивания вязких продуктов и для того чтобы сделать эффективно пришлось сделать там некоторые дополнения и поэтому полноценно он работает только в одну сторону то есть вот в эту сторону то есть против часовой стрелки насос именно обладает функцией самовсасывания вот и работает полноценно вот в обратную сторону как бы он тоже работает но самовсасывание происходить не будет и будет много утечек происходить внутри вот то есть это в принципе разновидность пластинчатого насоса или шиберного насоса но в данном случае за счет того что у нас установлены ролики вот видно как они катятся то износ получается меньше смысл как бы такой вот но для того что перекачивать вязкие жидкости тут пришлось внести некоторые изменения для того чтобы это было чтобы это было эффективно потому что когда ролик заходит в паз и жидкость имеет высокую вязкость то как бы этот ролик он является как бы поршнем то есть он вытесняет жидкость которая вот расположена вот здесь вот и если не принять специальных мер то при высокой вязкости она получит слишком большое гидравлическое сопротивление и нагрузка на двигатель но с помощью определенного ухищрения небольшого этого можно избежать в итоге ну почему-то получилось создать насосик именно такого типа который бы перекачивал достаточно вязкие жидкости единственный минус что нельзя перекачивать жидкости с твердыми включениями то есть мягкая типа там парафина но то то что может сжаться нормально он может перекачивать до этого но это нежелательно но в принципе возможно вот а твердые включения но будет износ потому что очень малые зазоры осевые то есть между ротором и этой крышкой вот здесь малые зазоры ну то есть чтобы ничего не заклинило и так далее то есть если попадет частичка вот сюда вот но само собой насос заклинит просто вот и поэтому мягкие включения он как бы перемалывает а твердые нет сейчас попробую направить камеру на шланг возможно будет видно как жидкость уходит то есть даже при достаточно малом вращении сейчас вот так будет видно при малой скорости вращения я надеюсь видно вот то есть такой принцип работы данного насоса хорошая проверка как там так как как Вот, ну, как видно, из-за того, что есть крышка, это не прилегает слишком плотно, здесь вот образуется слишком большой зазор, вот, из-за этого слишком сильно подсасывается воздух и плохое самовсасывание, то есть когда металлическая крышка, я ее могу сильнее прижать, тогда зазор этот уменьшается и происходит нормальное самовсасывание, то есть утечки небольшие, вот, и одно из нюансов для того, чтобы такой насос работал именно с вязкими жидкостями, ролики должны быть достаточно тяжелыми, вот, тогда все получается, причем я переживал, что ролики будут залипать, если перекачивать такие вот продукты, как мед, например, там, или патоку, тем не менее ничего подобного не происходит, потому что, кроме центробежной силы, еще и играет роль избыточное давление на выходе, то есть оно прижимает ролик, то есть оно давит на ролик, на эту вот полость, вот, и таким образом ролик прижимает, как бы, плюс к центробежной силе прижимает к корпусу, вот, и таким образом выжимается, как бы, ну, таким образом работает более хорошо, и вот, когда только ролик уже выходит на, в зону всасывания, тогда вот уже будет только центробежная сила, которая должна этот ролик вытолкнуть, чтобы он перекрыл, то есть, чтобы он перекатился и коснулся внутренней поверхности корпуса. Вот видно, как сейчас я поднимаю шланг и жидкость перетекает через зазор между торцом ротора и корпусом. Но, тем не менее, даже в этом случае, если насосы заполнены, вот эти все полости заполнены жидкостью, хоть немножко, то самовсасывание все равно начинает происходить из-за небольшой глубины. Но в любом случае, по-правильному, зазор должен быть минимальным. Ну, примерно так.